Но так, чтобы две девочки очень хорошо дружили, находясь обе на высоком уровне, это редкость. Хотелось бы тебе сняться в кино. Что сложнее, физические нагрузки или психологические нагрузки? Все равно легче кататься, когда был провал. Она прям вот сексуальная, сексуальная прям вот, прям вообще вот. Там такие движения, что в брюках точно нельзя катать. Каким тренером ты будешь, жестким или мягким? На меня, например, кричать бесполезно. Он жесткий с мальчиками. Фигурное катание, чемпионат мира, женщина-произвол. Я в гости не хожу просто уже очень давно. Здравствуйте, друзья. Я только что снял потрясающее интервью с Елизаветой Токтамышей. Это главная наша чемпионка, главный претендент на все золотые медали. Я очень волновался, очень переживал. Это первый интервью с девушкой. И это не просто девушка, а по мнению зрителей в 2017 году она самая сексуальная, самая желанная, представляете? Но она оказалась совершенно простой в общении и рассказала мне то, что не рассказывала еще никому. И самый главный вопрос про Олимпиаду. Она дала на него ответ, почему нашу сборную не взяли на Олимпиаду. Смотрите, уверен, вам понравится. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Я готовлюсь к этой передаче. Во-первых, мне очень понравилось к ней готовиться, потому что окунуться в ваш мир фигурного катания так красиво, так здорово. Я просматривал, как вы катаетесь. Моя дочь ей 7 лет, у меня еще 3 годика, но она еще не вдохновилась, так скажем. А вот ей 7 лет, Милана, и она очень вдохновилась. Она сказала, что я тоже хочу вот так кататься, вот так вот, это так красиво, так изящно. А что вы посоветуете, вот начинающей фигуристке, 7-летней девочке, как вот, на что обратить внимание, с чего лучше начать? Ну, вы знаете, в 7 лет, мне кажется, главное, чтобы было просто желание от самого ребенка, чтобы не от родителей исходила именно потребность в фигурном катании своего дитя, а именно, чтобы у нее было желание, чтобы она любила кататься. И вот если будет большая любовь, то тогда будут и результаты. Ну вот тут же вот вопрос, вот сколько раз нужно упасть, чтобы сделать тройной аксель? Очень много. Вот, да, вот я боюсь, как бы вот эти падения не отбили желанием, вот, но... И потом, вот как тренер, как определить, хороший ли это тренер? Ну, наверное, когда тебе будет комфортно, и будут идти результаты. В 7 лет, конечно, трудно определить, кому лучше идти, но мне кажется, что именно в начальном возрасте не важно, какой будет тренер. Главное, все подготовительные упражнения, мне кажется, все тренеры могут дать абсолютно спокойно. А потом уже надо понимать уже, кому хочется идти, смотреть, может быть, как он тренирует. Я, если честно, не могу точно ответить на этот вопрос, потому что у меня было в моей карьере всего два тренера, и один из них это Мишин Алексей Николаевич, который сам меня выбрал. А вот с Веретейниковой, Светланой, вы еще общаетесь, ну, и работаете? Нет, не работаем, мы не общаемся. Я понял. А вот, понимаете, это должен поднять именно ребенок, или это должен понять родитель? И должен ли родитель вообще вмешиваться в отношения между тренером и ребенком? Ну, моя позиция, что нет. Не вмешиваться? Нет, потому что, ну, естественно, когда ребенок уже будет в осознанном возрасте и будет понимать, что ему надо. Если ребенок не понимает, то родитель уже видит, что нужно что-то менять, что, может быть, можно вмешаться. Но в моей жизни всегда решения принимались именно с тренером и спортсменом. А на один на один с тренером, без участия мамы, то есть она просто вас поддерживала? Да, да. Главное – это поддержка семьи, это самое важное. Дело в том, что вот Сотникова ушла от тренера, написала смс-ку, что я разрываю с вами контракт. В свое время все уходили от своих тренеров, когда они уже, казалось бы, залетели. Юлия Лепницкая ушла от тренера тоже, от Этари Тутберидзе. Но она очень жесткая, она настолько жесткая. Жесткая, да. Я, в общем-то, и от своих спортсменов стараюсь, требую от них, чтобы день рождения – это все хорошо. Но тренировки, вот пусть он празднует во время тренировки, если это совпадает с тренировочным днем, то никаких выходных не будет, и у меня нет никогда таких вот выходных. А случается такое, что спортсмены при вас плачут? Они позволяют себе это? Да, да у меня мальчики тоже плачут, да. Поднимай, поднимай, еще поднимай. Ну, сядь назад. Почему ты делаешь, что я тебе показала? Раз, назад катись. Поднимайся туда, правой ногой проходи. Молодец, что лук добавила, только на сальх не подняла. Какой-то жидкий был. И я так понял, что и мама, именно Юлия Лепницкая, сказала, что надо уходить, потому что слишком жестко. И когда она стала олимпийской чемпионкой, она подумала, что, ну, я достойна лучшего, наверное, или чего-то вот она такое подумала. Ну, я не думаю, что она подумала, что она достойна лучшего. Я думаю, таких мыслей вообще у нее не было. Просто бывают моменты, когда спортсмен понимает, что тренер дал ему уже все, что мог. И, может быть, она не чувствовала той же отдачи от Этери Туберидзе. Или, может быть, Этери не чувствовала той же отдачи. То есть очень много моментов, которые могут привести к этому результату, что спортсмен решает для себя, что ему нужно что-то поменять. И тогда нужно что-то менять, потому что спортсмен всегда хочет двигаться вперед. И после высоких побед он хочет также продолжать побеждать. И когда идет какой-то провал, ну, у многих спортсменов бывает, что, может быть, не обвиняют тренера, что из-за тренера не получилось какого-то такого же, знаете, продвижения вперед, как это было раньше. Вот, поэтому очень много аспектов, которые можно вот так вот перечислять. Но мне кажется, что это было правильное решение, потому что у Этери Туберидзе очень много спортсменов, которые показывают хорошие результаты. И мне кажется, очень трудно было воспитывать двух, так сказать, чемпионок в одной группе. То, что у нее уже подрастала Евгения Медведева и, может быть, Юлия Лепницкая отходила как-то на второй план. Не знаю, что у них происходило в группе, но смена тренера – это не всегда плохо. То есть это, если меняешь тренера, это значит, что только спортсмен хочет продвигаться, хочет сделать что-то лучшее и чувствует, что он сделает, может, что-то большее в этом мире фигурном катании. А вот вы общаетесь со своими коллегами, так скажем, Евгения Медведева, Погорелая? Если честно, то нет, не общаюсь, потому что у меня есть свой круг общения, не из мира фигурного катания. Но мне кажется, очень мало вообще в России девочек, которые на высоком уровне дружат. Потому что очень часто встречаются такие компании, как одиночница и танцоры, одиночница и парница. Но так, чтобы две девочки очень хорошо дружили, находясь обе на высоком уровне – это редкость. Нет, я не говорю о дружбе, а я говорю о том, что есть ли в этом виде спорта командная какая-то составляющая. То есть, допустим, вы участвуете в чемпионат Европы, чемпионат мира или гран-при. Есть ли какой-то командный дух, чтобы занять, чтобы предистал был российский? Или там в большей степени каждый сам за себя? Сам за себя. Всегда. Только есть один старт, называется командный чемпионат мира. Он проходит по счету последнем сезоне. Вот там, да, командный дух, он больше как шоу. Именно сборная России против других сборных команд соревнуется. То есть, это уже не индивидуальный вид спорта, а командный получается. Вот там действительно очень здоровская атмосфера. Очень приятно выступать, потому что он эмоционально очень яркий, но в то же время они такой сложный, как другие старты. Ну да, все помнят, как Ягудин с Ключенко очень, они как-то там, или тренеров они как-то там меняли, они конфликт... Мне запомнился момент, когда Ягудин был первый, Ключенко второй, и вот они пожимают друг другу руку, ну, подходя к предисталу, и там прям видно, что между ними что-то такое вот, непрязь какая-то есть. Мне так показалось. Там даже в народе появился анекдот тогда, что это было начало нулевых, что Ягудин нашел джин. Почему он стал номер один? Потому что он нашел лампу Аладдин, он ее потер, оттуда вышел джин, и джин сказал, я выполню три твоих желания, научите ей. Ключенко получит в два раза больше. И тогда он говорит, вот мне там 100 миллионов, мне замок, значит. А теперь, говорит, третье желание испугай меня до полусмерти. То есть получается даже такое вот, как сказать, конфрактация своей со стороны. И получается, что если вы тренируетесь на тренировке делать какие-то элементы, то за вами могут подследить конкуренты, которые что-то могут у вас перенять. Это даже до такого доходит? Ну, я думаю, что да, бывает. В принципе, очень быстро разлетается что-то новое в фигурном катании. И очень много упражнений уже делают по всему миру, который придумал Алексей Николаевич. Но уже с этим все свыклись, поэтому, да, потому что все же хотят быть лучшими. А чтобы быть лучшими, нужно всегда находить что-то новое. Поэтому все новые упражнения, какие-то тактики, это все используется. То есть, получается, в штате нужно еще держать такого разведчика, который бы еще все разведывал? Нет, ну разведчика не надо, конечно, мы тренируемся в спокойной атмосфере, поэтому у нас нет такого, что мы как-то скрываем свой тренировочный процесс. Я просто говорю, что, в принципе, в фигурном катании это может встречаться. Хорошо. Лиса, скажи, вот твоя команда, она из скольких человек состоит? Я, мой хореограф Татьяна Николаевна, Прокофьева и Алексей Николаевич Мишин. То есть, по сути, а вот насколько ты лично можешь участвовать в процессе? То есть, вот костюмы, движения какие-то, вот насколько, вот когда делается программа? Насколько ты можешь участвовать в ней, кроме как исполнительница? Ну, по полной, то есть, это же мне катать, мне выступать, и всегда... То есть, это совместное такое творчество? Конечно, у нас нет такого, что... Не, ну, Алексей Николаевич может что-то сказать, и его не переубедить. Мы уже все свыкаемся с этой мыслью, что надо сделать именно так, и никак иначе. Но в основном у нас очень хорошие отношения, и все пытаемся всегда найти компромисс, чтобы все были довольны. Твоя последняя программа «Мамба Итальяна», она прям вот сексуальная-сексуальная прям вот, прям вообще вот. Спасибо. Да, и вот почему вот мужчин такого нету? Ведь и женщина тоже может одеть брюки. Это как-то специально делается для того, чтобы как бы зритель или... Вот почему так? Вот есть какое-то вот объяснение этому? Ну, это делается, ну, что подходило под образ, мне кажется, что те наряды, которые были у меня в «Мамба Итальяна», они достаточно подходили, и такая музыка, там такие движения, что в брюках точно нельзя катать только программу. Ну да, 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 то есть так нет, есть, делается ли на это упор, или на это упор не делается, это как-то само собой так принято. Ну, мне нравится, и Алексею Николаевичу нравится, всей команде нравится, то почему бы нет? Ну, хорошо. Ну, еще хочу сказать то, что можно одеть и брюки, но если это можно преподнести так, что это будет тоже сексуально, то есть даже в брюках, неважно, это от одежды не зависит, знаете, можно одеть полностью, все в черное, а с горлом, и делать такие движения, которые тоже могут понравиться противоположному полу. Мне кажется, Лиза, чтобы ты не оделась, все будет сексуально, вот, даже если мешок одеть, в этом тоже что-то есть. Конечно. А вот, знаешь, была, точнее, такая фигуристка, единственная в мире, Соня Хэнни, Соня Хэнни, она единственная трехкратная олимпийская чемпионка, и она, когда сделала, вот я смотрел, как она катается, там настолько примитивное у нее движение, никаких тулупов там или тройных лутцев, там что-то такого даже речи не идет. Но это, видимо, очень давно было. Да, 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 она снималась в знаменитом фильме «Семнадцатой солнечной долины», это было там, насколько я помню, 30-е годы, и вот она стала трехкратной олимпийской чемпионкой, единственной до сих пор в мире. А вот ты смотрела ее катание, и, может быть, я подумал, как было бы здорово, если бы ты, допустим, в какой-то программе своей сделала бы первую минуту выступления, посвященную ей, то есть как в память такой чемпионки, сделать это совершенно простейшее движение, а потом сделать, как бы, что бы Соня Хэнни делала бы сейчас, если бы она каталась бы сейчас. Мне кажется, это очень интересно было. Для меня у всех случаев как для… Я не могу прям так углубиться в этот обзор об этой девушке, так как я не видела никогда, как она катается. Да, это подводочка к вопросу о том, хотелось бы тебе сняться в кино. Мне кажется, что все в жизни нужно попробовать, если будет такое предложение, то я с радостью скажу «да». Ну вот она еще там проставилась тем, что она нарисовала коньками свое имя. Ты можешь коньками свое имя нарисовать? Не промбовала, но, в принципе, это абсолютно возможная задача. Хорошо. А вот Алексей Николаевич Мишин, он жесткий тренер? Он жесткий с мальчиками, но с девочками он очень хороший, он так никогда не будет сильно ругать, и он такой очень заботливый тренер, я бы сказала. А вот все фигуристки, они взлетают, резко взлетают, буквально там в 15-16 лет, ну в основном, в юном возрасте. Да. Вот то, что произошло с Юлей Лепницкой, она взлетела вдруг, а потом пропала, и она не смогла восстановиться. У тебя тоже был какой-то провальный сезон, да ведь? Когда, ну ты после него восстановилась, встала и опять стала чемпионкой. А, то есть, получается, вот вопрос о том, насколько, что сложнее, физические травмы, физические нагрузки, точнее, или психологические нагрузки. И выйти из какого-то пике, когда ты взлетаешь, потом падаешь, у тебя провальный сезон, ничего с этим сделать не можешь, но ты берешь и опять поднимаешься. Ну, это все в совокупности, конечно, но больше для меня это психологическая составляющая. Но не будет гармонии со своей головой, когда будет физика, не в гармонии со своим телом. То есть, это все должно быть вместе. Если я знаю, что я в хорошей физической форме, то у меня и будет эмоционально все, с эмоциями все в порядке перед стартом. Вот, поэтому, но все равно легче кататься, когда был провал, потому что ты не, тебя ничто не держит, ты ничего не боишься, и ты катаешься только для своего удовольствия. А когда уже был взлет, и взлет очень приличный, и ты хочешь продолжать выступать на таком же уровне, ты знаешь, что ты уже завоевала некие медали, награды. Вот, это уже начинает давить, и ты не можешь выходить таким же свободным, как это было недавно, например. Вот, поэтому это все очень тонко, особенно у девушек, у женщин, мне кажется. В этой связи, вот вопрос, каким тренером ты будешь? Жестким или мягким? Ну, смотря с кем, наверное, но мне кажется, буду и жестким, и мягким одновременно. У нас, вот мой хореограф Татьяна Николаевна Прокофьева, мне очень нравится ее подход. Она может быть очень жесткой, то есть, она очень требовательный тренер, очень требовательный хореограф. Но в то же время, она очень добрая и вообще замечательный человек. Мне кажется, надо просто искать подход каждому спортсмену, потому что на меня, например, кричать бесполезно, я, наоборот, могу сделать еще хуже. Если меня хвалить, и со мной разговаривать нормально, то будет процесс какой-то тренировок. Некоторым, наоборот, надо дать пинок под зад, чтобы он пошел делать и катался нормально. То есть, все зависит от человека, и именно мудрый тренер, он будет подходить каждому спортсмену индивидуально. Поэтому, если я буду когда-то тренером, то я надеюсь, что у меня вот как раз получится реализовать то, о чем я вам сейчас говорю. Ну, получается, тренер должен сначала идти в какую-то психологию, понимать психологию, то есть, общиться в спортивной психологии, есть же такая профессия. Да, да, но мне просто это интересно, и да, я считаю, что это действительно нужно начинать с этого. Ну, когда ты работаешь, естественно, уже со взрослыми спортсменами, с детьми, надо просто их тренировать, надо просто их научить кататься, что-то делать, чтобы они слушали тренера. А когда уже человек подрастает, то он должен сам понимать, что ему надо. А может быть, тебе пойти в судьи, вот кто эти люди, их не показывают никогда, вот эти девять человек, которые судят фигурное катание, мне кажется, они подчас крайне предвзято относятся. Вот этот анекдот, знаешь, вот я быстренько, коротенький, фигурное катание, чемпионат мира, женщина, произвол. А вот действительно произвол подчас, или мне кажется? Я, если честно, не совсем разбираюсь тоже в этой системе, но если они ставят такие оценки, то значит, надо что-то, может быть, поменять, потому что судьи же, они тоже не все, так сказать, хотят как-то тебя занизить, твои оценки. Есть те, которые адекватно могут воспринимать, поэтому я не знаю, вообще в этой теме я не сильно разбираюсь, если честно, я просто катаюсь. Ну вот судьи, вот если ты прыгаешь, а аксель 3,5, ведь они считают, ага, аксель 3,5 во второй части программы, это столько-то очков, значит, там, каскад, значит, это выполнено хорошо, значит, столько-то очков, правильно ведь? Угу, ну да. То есть, и вопрос в чем, вот я хочу спросить, вот может ли быть такое, что когда-то в фигурное катание придут вот такие вот люди? Вот я не знаю, знаешь ты этого человека? Это, значит, это на самом деле, это, как это может не показаться странным, на самом деле, вот еще эта же фотография, вот я сам распечатываю, может быть, этого же человека. Так вот, этот человек, Кастро Семеня, он говорит, что он женщина и выступает, и занимает золотые медали, а ты соревнуешь с женщинами. Да ладно? Да, да, а Кастро Семеня, да, это написано. Я странно, что я не знала об этом. Да, или вот еще вот, например, вот прекрасная леди тоже занимает первые места. А, ну это я знаю, это... Ну, товарищ Торпищев потерял свой пост после того, как сказал, что они несколько похожи на мужчин. Может ли прийти фигурное катание, вот такой вот аналог Кастро Семеня, который, будучи мужчиной, ведь мужчины сейчас уже прыгают даже шестерные аксели, пятерные аксели, Плющенко еще в своей карьере делал четверные, то есть, а может ли прийти такой человек, который будет вот так вот прыгать и будет говорить, что на самом деле девочка, а они будут считать, судя, допустим, шестерной аксель. Ну, скрыть-то, скрывать долго не придется, что он девочка. Нет, они как-то доказали, они дают золото, они доказали, что они девочки. Ну, может, они и правда девочки просто есть очень... Нет, я к чему говорю. Конечно же, они девочки, спору нет. Но вот я не представляю вот этих вот девочек и вот это фигурное катание, где женственность пластика. Да, это, в принципе, очень разные вообще виды спорта. Здесь нужна вот на этих фотографиях легкая атлетика и теннис, да. В этих видах спорта очень важна именно сила, мускулатура, не знаю, ожесточенное желание победить и какой-то азарт в фигурном катании, ну, например, у меня, да, у меня как бы... Когда выходишь на старт, уже ты должен быть как-то гармонично, должен гармонично смотреться, прыгать, кататься и не думать именно вот в процессе программы о победе, о том, что тебе надо. Потому что прыжки, прыжковые элементы, они больше именно на... Ну, как это, ну, на психологии они делают. То есть если ты как бы скрутился и не подумал ни о чем, то тебе даже будет легче прыгать, потому что мозги вообще должны отключаться, чтобы ты хорошо катал, потому что тело твое уже знает. А когда ты начинаешь думать, то получается иногда провал. Ну, это я про себя сейчас рассказываю. Вот. А когда ты как бы в теннисе или ты бежишь, то у тебя есть возможность как бы... Ты можешь подумать или смотивировать как-то себя и еще быстрее бежать. Но в фигурном катании эта мотивация, она не работает. То есть чисто из-за... ну, путем повторений каких-то ты можешь катать хорошо и выступать достойно на соревнованиях. То есть это абсолютно разные виды спорта. Фигурное катание – это как искусство. То есть ты должен кататься, показывать не только прыжки, не только свою силу, но и свою красоту, свою духовность. Потому что люди чувствуют, когда человек катается с душой или он катается просто потому, что сказал тренер. Потому что вот он поставил тренер, и он катается. Он вот эту руку поставил, хореограф, он делает эту руку. А когда человек катается с душой и может быть даже от себя добавлять какие-то руки, эмоции, то есть то, чего не поставлено, но он это хочет сделать, то это уже и зрители, и судьи это все чувствуют, и это по-другому оценивается. Я понял. То есть, скорее всего, их не пустят на каток, потому что... Их пустят, и если они захотят, то, пожалуйста. Ну, хотя, да, Кончита Вурс, она ведь стала победительницей, но, наверное, это будет какой-то своего рода новый виток в фигурном катании, но не хотелось бы, честно говоря, но, наверное, решать с людьми, да. Я, кстати, по этому вопросу, то, что ты говоришь про кататься... Интересная тема, на самом деле, я никогда не думала... Я хочу тебе книгу подарить, она перевернула мое сознание, и здесь именно о том, здесь рассказывается про хоккеистов, в частности, как добиться успехов. Но она просто берется, берется хоккей, а так-то, в общем-то, любое занятие... Ну, я понимаю, да. Я думаю, что тебе очень понравится, хотя, наверное, ты уже примерно все это и так поняла, но вдруг тебе пригодится. Спасибо большое. Вот, но это еще не конец. Я знаю, я просто хотела, да, понять. А как учат вас, как правильно относиться к победе? Вот 15 лет, ты вдруг осознаешь, что ты лучшая в мире, а ведь голову можешь срывать. И вот тебе 15 лет, а к тебе уже микрофоны суют, камеры, 15 лет. Я вспоминаю себе 15 лет, мне было бы вообще, я не знаю, что сказать, 15 лет, уровень моего интеллектуального развития там был настолько низок, что я просто, наверное, та не смог бы ответить, опять же, там прирожденная стеснительность. А как вас учат вот тренера, что вот ты, да, ты номер один, но не сознавайся? Вот как вот это? Мне кажется, это зависит от человека. У меня, ну, у нас не было никогда таких разговоров с тренерами, что говорить, что не говорить. То есть они как-то полагались на меня, и пока не было такого, чтобы кто-то был недоволен после каких-то моих конкретных слов. Что я хочу сказать, в 15 лет это все-таки еще ребенок, и когда он побеждает, он не осознает до конца. Ну, да, победил, молодец, как бы, класс. А изменилась жизнь? Ну, в 15 лет после побед пока еще ничего не меняется. Потом, если ты побеждаешь уже в осознанном возрасте, тогда, конечно, уже мировоззрение в этот, как сказать, ну, вот в 18 лет у меня, по крайней мере, у меня после этого поменялось мировоззрение какое-то. Вообще, ну, стадия взросления была очень активной в плане вот именно мышления и жизни даже, можно так сказать. Вот, поэтому в 15 лет это абсолютно незначимо, мне кажется. То есть что это было в 15, что в 16. Как-то это все спокойно воспринимается. Ну, я так полагаю, что просто ничего не поменялось, по большому счету, тренировки, наверное, так и остались, там все те же лица. А потом потихоньку догоняешь, что ты номер один, и ты начинаешь как-то давить. А вот ты, как, что влияет на твое мировоззрение вот сейчас и тогда? Может быть, это какие-то книги, фильмы? Есть что-то такое вот запоминающееся? Ну, могу посоветовать фильм «Секрет», который мне какое-то время помог. И мне кажется, я не знаю даже, это было, потому что я как-то начала использовать какие-то моменты из этого фильма. Есть книга и фильм «Секрет». Вот. Но мне кажется, что сработало. То есть не могу сказать, ну, то есть это был хороший сезон, и это было как-то то ли мое состояние какое-то такое классное, что я смогла победить. Ну, короче, вот мне очень понравился фильм «Секрет», и если у кого-то трудности в жизни, мне кажется, что этот фильм, он им поможет. И сейчас как раз вот этот автор... Это документальный фильм? Ну, да, наверное, да, документальный. Вот. И этот же автор, который написал книгу «Секрет», сейчас вот выпустил, ну, не сейчас, а уже достаточно давно, книгу «Куриный бульон для души». Это сейчас как бестселлер, очень много разных направлений в этой книге. Вот я тоже сейчас читаю, и мне очень-очень нравится, потому что... Скажи еще раз слух, чтобы все услышали. «Куриный бульон для души». А, и там истории, там собраны все истории. Там очень много историй и грустных, и радостных, и, не знаю, запоминающихся, поэтому они... Эта книга мне очень нравится, я читаю ее перед сном, чтобы так, бальзам на души, и с таким уже хорошим настроением ложиться спать. Ну, вопрос, ведь фигуристки хорошо зарабатывают, ведь назначается сразу чемпионом, назначается пенсия хорошая, там, выплаты заслуженному тренеру. Ну, когда ты в топе, то, конечно, да, так, как обычным спортсменам. Но, мне кажется, заработок хороший идет именно после спортивной карьеры уже основной, когда ты катаешься в шоу, ездишь по миру. Ну, это тоже очень плохие деньги. Ну, естественно, если ты достиг тоже больших результатов в спорте. Хорошо, Лиз, скажи, а ты ходил когда-нибудь к гадалке? Нет. А тебе снились вещи сны? Ну, не знаю, насколько вещи, но перед чемпионатом мира 2015 года мне приснилось, что я его выиграла. Вот, что я его выиграла, я была так рада, ну, и потом я его выиграла. Наверное, ну, один раз, наверное, получилось совпадение. А есть ли в фигурном катании какие-то вот суеверия? У некоторых спортсменов есть, у некоторых нет. Я такой человек, что я до конца еще не поняла, верю я в суеверие или нет. То есть сейчас мне достаточно наплевать, что происходило. Кошка там дорогу перебежала, не перебежала. То есть я достаточно такой человек, что мне нужны какие-то факты, чтобы что-то я в это поверила. Вот, поэтому это, я придерживаюсь такого мнения, что все зависит от восприятия, от самовнушения. То есть если я буду верить, что кошка, черная кошка, перебежавшая дорогу, испортит мне день, то он, естественно, будет испорчен, потому что все, о чем мы думаем, это сразу же реализуется. Вот, поэтому те, кто верит в суеверие, для них они, естественно, срабатывают. Те, кто не верит, для них они не срабатывают. Хорошо, а ритуал у тебя есть какой-нибудь, допустим, вот на тренировку ты идешь, ты делаешь что-то такое, или вот выступление какое-то серьезное, ты делаешь вот обязательно вот это? Да нет, я стараюсь все то же самое, что на тренировках как-то перенести на соревнование. То есть у меня нет такого, чтобы я обязательно там, не знаю, не знаю, что сказать даже. А было в твоей жизни какое-то волшебство? Вот, допустим, что-то вот ты мечтала и сбылось, вот, допустим, или что-то вот само собой произошло? Или, может быть, ты шла-шла и нашла там, не знаю, деньги там, вот что-то такое? Ну, мне подарили часы тогда, когда я их очень хотела, и никто об этом не знал, но я очень хотела часы, я прям в какой-то момент поняла, что именно эти часы я хочу, и как-то думала о них, потом забыла о своем каком-то, ну, перестала так уже как-то навязчиво думать, мне было, уже спокойно относилась к этому, и вдруг после чемпионата мира мне действительно их дарят, именно те, которые я хотела, но я никому об этом не говорила, то есть никто не знал, вот. Ну, это, видимо, опять же, Алексей Николаевич меня почувствовал, и я не знаю, какая-то связь у нас есть, потому что он очень часто именно говорит или делает то, о чем я думаю, и у нас мысли как-то тоже схожи бывают в тренировочном процессе. Ну, и, в принципе, с Татьяной Николаевной тоже, потому что очень давно все-таки мы работаем друг с другом, поэтому добавляем. А, скажи, о чем ты мечтаешь, ну, вот не о спортивной карьере? Ну, наверное, чтобы я реализовалась в каком-то еще другом направлении, чтобы моя жизнь не была связана со спортом, с фигурным катанием постоянно, а у меня было какое-то еще одно любимое дело после окончания вот именно фигурного катания. Ну, и семья, дети — это, естественно. Ну, фигуристки, они же достаточно рано уходят из порта, там, где-то в 25 лет примерно. Да, но вот как раз есть время, чтобы что-то еще сделать в своей жизни. А скажи, вот по Глазову ты скучаешь? Давно там была? Я была там три года назад, и, если честно, то нет, так как это, ну, достаточно маленький городок. И именно по Глазову не скажу, что я прям скучаю, так как в Санкт-Петербурге другая жизнь, и я уже живу тут около пяти лет, поэтому очень привыкла и переезжать никуда не хочу. А люди, которые живут в Глазове, мои родные, друзья, они периодически приезжают к нам в Питер, и поэтому нет такого, чтобы меня, то есть, тянуло в Глазове. А скажи, вот в фигурном катании состоит из трех частей программы. Из трех частей я просто, ну, для себя хочу разобраться. Это произвольная программа, это... Короткая. Обязательная, короткая и... Короткая, произвольная. Обязательная, да? Нет, это... это раньше было в танцах только, а в фигурном катании была только короткая и произвольная программа. А, и ты, получается, на чемпионате, ты выступаешь один раз, а через какое-то время еще раз с другой программой, да? Да, на следующий день. Ну, и на следующий, или через день, там, смотря какое расписание. А они отличаются произвольно, это значит, ты можешь делать все, что хочешь, а короткая, это значит, что ты должна обязательно выполнить вот эти вот лупс, тулуп... Ну, у вас какое-то представление очень уже устаревшее. Ну, да, я поэтому и хочу вот для себя. Если честно, в короткой у нас три прыжковых элемента, а в произвольной семь. То есть, в произвольной она длиннее, сложнее, больше элементов, но с каждым годом появляются новые правила, и сейчас нельзя повторять больше двух раз какой-то прыжок, и чтобы повторение было только два в программе, то есть два прыжка могут только повторяться. Чтобы они не были похожи друг на друга. Да, да, то есть очень много всяких нюансов, и нужно именно продумать и специально учить некие элементы, чтобы твоя программа была сложнее. А программу нужно каждый год, каждый сезон новую делать обязательно? Ну, это в зависимости от желания спортсмена и тренера. Желательно, да, но если очень нравится программа, то можно или ее оставить, или в какой-то сезон вспомнить, что была такая классная программа, и взять и вернуть ее. То есть это никто никак не наказывает, это идет чистое уже желание. Ну, естественно, пять лет подряд не надо катать. Да, наверное, судьи засудят, скажут, что это одно да и то и то. Ну, не засудят, просто нужно показывать. Все равно каждая программа – это развитие, это интересное, это развивает твое скольжение, в принципе, фигурное катание, потому что это разные шаги, это разные эмоции, это разные позиции, разные телодвижения. То есть катать одну и ту же программу очень много лет – это скучно. Зачем делать то, что вызывает скукоту? Скажи, а на сколько месяцев расписан твой график? Ну, смотря какой период в сезоне, в принципе, до декабря я точно, ну, вот с августа по декабрь я знала, ну, что какие соревнования у меня будут. Сейчас будет чемпионат России и самый ответственный старт пока в сезоне. И после него уже там может быть разные результаты, поэтому, ну, никто не может сказать, кто из спортсменов. Ну, наверное, только прям элиты фигурного катания России, что они там поедут на Европу, на мир. Но я сейчас в таком состоянии, положении нахожусь, что неизвестно, как случится. Поэтому пока не знаю, что ждет меня в январе, феврале. Это потому что сейчас возрастает конкуренция, и поэтому там, вот вы с этим связаны, или почему? Ну, да, высокая конкуренция. Тот, кто сильнее, лучше откатает, кого будут более крепкие нервы, тот и выиграет. Хорошо. А как фигуристы питаются? Это особое питание или это самое обычное питание? Ну, обычное, правильное питание. Единственное, может быть, больше употребляем каких-то витаминов, чтобы восстанавливаться, там, не знаю, энергия, чтобы была, потому что очень энергозатратный спорт. Но ведь здесь, да, энергозатрата, но фигуристка должна быть легкой, чтобы, ну, легкость была в прыжке. И насколько здесь вот возможно, я знаю, что вот даже Юлия Лепницкая лечилась от анорексии, что у нее вот пошел переходный период, она стала набирать вес, и она стала как-то меньше есть, что-то такое вот с этим связано. Это у всех так или нет? Ну, нет. Есть девочки, у которых хороший обмен веществ, то есть они могут есть все, что хочешь. Просто, да, ты должен быть легкой, но в то же время у тебя должны быть силы, и твой организм должен быть здоров. То есть никому не надо, чтобы выходила фигуристка очень исхудавшая, обессиленная, бледная. То есть это все-таки тоже спорт, и надо разумно подходить к этому, чтобы были и мышцы, и силы, и настроение какое-то, чтобы кататься. А у тебя есть график отпуск, ну, как у всех людей? Ты можешь взять, просто поехать? Ну, когда вот у тебя... Ну, взять, поехать нет, но у нас есть две недели в конце сезона, и все. А в эти две недели ты на каток выходишь, или только вот какие-то общие физические? Ну, нет, у нас вообще, в принципе, только две недели в году отдых, поэтому, я думаю, все спортсмены стараются абстрагироваться вообще от всего спорта и мира фигурного катания, чтобы максимально использовать эти две недели, чтобы отдохнуть, восстановить силы, восстановить, наладить эмоциональный фон, не знаю, солнце, море. Поэтому круглый сезон в одной и той же атмосфере, на льду, это все равно сложно. Нужно отключаться и менять местоположение. Ну, я, насколько я по себе знаю, после отпуска даже мысли легче как-то все воспринимается и легче как бы работает. Ну, конечно, конечно. Такую историю хочу тебе рассказать, что я вот узнал, синхронистки наши, которые выступают на чемпионатах, выигрывают, и у них есть тренер. Тренер это такая вот такой, ну, чтобы никого не обидеть, такой бегемотик, такая женщина очень полная, которая, по-моему, даже не умеет плавать. И она учит синхронисток. И эффект потрясающий. Они выигрывают. Почему? Что она не умеет плавать, и она не знает, когда сложно. Она просто им говорит, нужно сделать вот так, сидите под водой там 2 минуты, все. Вот я сказал, сидите. Но это тяжело потом выступать 2 минуты, это очень много. Я ничего не знаю, мне нужно выиграть 2 минуты, сидите под водой. И она очень жестко так к этому относится. И они сидят, и они выиграют. Они не знали, что так можно сделать, но они так делают. Вот насколько это в фигурном катании, вот это даже тут беридзо. Вот насколько вот человеку сказать, вот сделай, и все, меня не волнует, как ты это сделаешь. А это действительно сильно, или этого нет в фигурном катании, что все от фигурного катания? Я думаю, есть некие тренеры, которые, может быть, не прыгали никогда, или не катались, а просто вот примерно знают, как все устроено в нашем спорте. Может быть, это и хорошо, когда человек не знает, насколько это сложно, но требует от спортсмена, можно сказать, невозможного. Но это работает, мне кажется, с маленькими только, когда они слушаются у тренера, и боятся делать что-то не так, или ответить ему. Когда спортсмен взрослый, он прекрасно понимает, этот элемент можно сделать, или нельзя, и как вообще готово ли тело, потому что от этого могут идти травмы, когда тренер заставляет делать чрезмерную нагрузку, чрезмерно какие-то невыполнимые прыжки, невыполнимые элементы, которые будут сказываться пагубно на здоровье спортсмена. Поэтому спортсмен должен думать своей головой, нужно ли ему это, когда из-за этого очень много травм происходит. Скажи, а у тебя есть любительство, любимое блюдо, что ты любишь есть? Ой, я всеядна, мне кажется. Ну, это пирожное, или это мясо, или это макароны из какой-то области, или это фрукты? Ну, я люблю суши, суши. А вот ты сама готовишь? Ну, пока не так хорошо, как хотелось бы. Ну, и чай сможешь приготовить? Ну, чай смогу. Чай, кофе и яичница – это мои коронные блюда. Я надеюсь, что я буду развиваться в этом плане в будущем. А ты плакала из-за фигурного катания, когда у тебя, например, ну, не получалось что-то? Или ты так вот… Нет. Ну, может быть, один раз в жизни. И то из-за фигурного катания я как-то… У меня, в принципе, все, что связано со спортом, с болью, это никогда у меня не вызывало каких-то слез или… Ну, да, плохое настроение там, но сейчас, по крайней мере, я знаю, что все, что не делается, как бы все к лучшему, и любой провал, это все равно идет какой-то плюс на будущее. То есть, если тебе плохо, то ты будешь развиваться, потому что ты только в плохом состоянии человек развивается, ну, максимально. А когда все хорошо, то он стоит на месте, у него все хорошо в спорте, но сам по себе человек, у него и так все хорошо, зачем, ему что-то надо еще. Такая психология. А вот каток на Дворцовой площади одно время у нас был рядом с Эрмитажем. Как ты думаешь, нужен там каток или нет? Ну, мне кажется, что да, почему нет? Мне кажется, что чем больше катков, тем лучше. Да, там красивое место, и, мне кажется, большое наслаждение люди получали, когда катались. Ну, да, тебе до тренировки было бы шаговую доступность у тебя была бы. Ну, мы на улице не тренируемся, но я бы там прокатилась, мне кажется. Ну, вот вопрос мне в ВКонтакте написали. Сейчас гололед падает, люди падают. Как правильно упасть? Не на голову, главное. Не знаю, меня не учили падать, поэтому... В детстве вообще в фигурном катании учат падать. Это как обязательное... С этого начинают? Да. Это нельзя пропускать, так как будут учить дети прыжки и могут получить травмы, поэтому нужно научить их правильно падать, чтобы они приземлялись не травмоопасно, а на руке, чтобы умели, знаете, как-то это увернуться. Вот, но у меня с ловкостью было, ну, точнее, не было проблем никогда, то есть я постоянно могла там что-то... Ну, я обезьянка была, поэтому падала я, может быть, травмоопасна как-то, но мне не было как-то больно, и поэтому, не знаю, что касается гололеда, то наждачку надо к обуви прикрепить, и будет все вообще в порядке, никаких проблем вообще с гололедом не будет. Да, есть такие еще ледоходы, они так на резиночку, на обувь надеваются, и в них шипы уже, шипованные обувь становятся. А, ну, и это, да, наждачку я просто не кто-то рассказала, не помню, это действительно крутая штука, мне кажется. Кто-то терки даже прикручивает терки, это весь такие лайфхаки. Да, поэтому лучше это использовать, чем учиться уворачиваться от падения. Еще у меня просили, значит, спросить, на какой машине ты ездишь? Я не, я без машины, я езжу на маршрутке. Так вот о тебя узнают? Ну, на улице нет, потому что я без коньков, без платья, без мейкапа, да, то есть как-то так, поэтому очень редко. Подводка такая, что все спортсмены эгоисты, и проверить, насколько ты жадный человек. Все люди эгоисты, в какой-то мере. Мастерить подарок своими руками, чтобы избежать необходимости бегать по магазинам. Я лучше пробегусь по магазинам, так как я это люблю. Так, покупать подарок заранее, воспользовавшись барахолкой. Нет, всегда в самый последний момент бегу, и обычно, если это спонтанно, то подарок получается самым лучшим. Заворачивать дешевый подарок в дорогую бумагу. Нет, зачем? Я сразу подарок хочу дарить. Посылать нежное письмо вместо подарка. Нет, подарок, это важнее, кому нужно это письмо. Брать не ценой, а оригинальности. Например, дарить дешевый сувенир из экзотической страны. У меня очень мало возможностей, поэтому какие-то экстравагатные подарки дарить. Поэтому я обычно за практичность, чтобы человеку это было нужно, или чтобы это безумно красиво было. Немцы очень практичны в этом плане, они дарят подарки с чеком. И там у них вот Рождество, они все дарят подарки 25 декабря, а 26 очереди в магазин, и все эти подарки сдают обратно, чтобы взять наличные. Ой, ужас какой. Нет, с чеком это ужасно. Кстати, Катюш, сорви, пожалуйста. Там ценник. Нет, это... Составлять обширный список магазинов и барахолок, даже если этот план требует значительных усилий. Нет. Переливать обычное вино в красивую бутылку. Это бред. Раскрывать отсутствие подарка за пышными поздравлениями и скромным букетом. Нет. Сохранять простодушный вид, придя в гости вообще без подарка. Ну, такого... Я в гости не хожу просто уже очень давно, поэтому... Не приглашают. Потому что без подарка ходишь. Не знаю. Не к кому ходить, но... Да нет, всегда... Мне приятно всегда прийти с чем-то. Даже если подарок не куплен, то взять какие-то сладости, угощения. Дарить недорогие, но тщательно выбранные и полезные подарки. Ну, если это полезно, то цена, мне кажется, не имеет значения. Заранее составлять список подарков и определять сумму, которую вы собираетесь потратить. Да нет, все у меня не так просчитано. Передаривать подарки, преподнесенные вам раньше... Нет, это тоже отвратительно, мне кажется. Дарить лотерийный билетик. Это же хорошая идея, конечно. Не дарила, но я чувствую, кто-то будет счастливчиком скоро. Заболеть накануне праздника и разослать открытки с извинениями. Нет, это, знаете, для каких-то людей, у которых очень много друзей, компаний, а не для таких, как я. Лиза, ты организована экономно, очень бережно относишься к содержимому своего кошелька, но... Это вообще, вы знаете, не про меня, на самом деле. Тест получается совершенно не на самом деле. А вообще не про... Самое интересное, что написано. Ваш конек, двоеточие. Но это не для фигуристов. Тщательное изучение рынка, поиск адресов дешевых магазинов, покупки, ну что тут как-то... Мне кажется, они напутали, потому что я за бюджет вообще не слежу, и могу пойти и просто... А у тебя деньги на карточки? Ты знаешь, у тебя деньги на карточку? Ну сейчас, да, раньше как-то так. Мне неудобно, когда я не знаю, чтобы мне это... Не накупить, и потом стоять и... Чувствовать себя не комфортно. Дорогие друзья, с нами была Елизавета Туктамышева. Спасибо, Лиза, тебе большое, за то, что ты согласилась встретиться, что настолько доступно. Чемпионка, 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 чемпионка. Всего-всего-всего, что только может быть. Вот так запросто побеседовать, для меня это большое счастье, и для зрителей тоже, потому что мои зрители, это простые, совершенно простые люди, и часть из них вообще из деревни, потому что мы отслеживаем, кто куда смотрит. И для них ты звезда, они тебя очень любят, мы все тебя очень любим. Спасибо, что ты так запросто можешь поговорить с нами и рассказать о себе, чтобы быть еще ближе, потому что когда на катке, это ты просто такое ощущение, что ты вот это что-то такое золотое, в такой вот золотой рамочке, недоступное, где-то далеко-далеко, и все-все-все тебе хлопают, аплодируют, все поздравляют, а так запросто встретиться в кафешечке, посидеть, это большое. Можно тебе ручку поцелуить? Спасибо. Ребята, надеюсь, вам понравилось. Смотрите, я сейчас буду созваниваться с Лизой, мы обменялись контактами по поводу фигурного катания моей дочки и прочее. Если вы хотите что-то еще спросить, в догоночку к этому интервью, я позвоню, спрошу, телефонный разговор выложу, поэтому пишите.